Всем привет дорогие друзья, с вами Доминиров и сегодня я вернулся к вам с видеороликом насчет Outcast коллекции Battle Pass, потому что он совсем скоро у нас заканчивается, всего один день и уже совсем скоро на рынок выйдет Pass пропуск. А мы сегодня опять же поговорим про цены, все записываю одним дублем в разговорном видосе, скажем так, без монтажа, без всего, поэтому огромная просьба, поставьте лайк, ребятки, не забудьте подписаться и я разыграю три промокодика в комментариях, если, ну, покажете хороший актив. Я думаю, что вы вполне сможете это сделать, поэтому, друзья, лайк, подписка, обязательно подписывайтесь на Telegram, там анонсы команды Forza, Forza Academy, кто не знает, я нахожусь на менеджере Forza, вот, киберспорт, друзья, вот, короче, давайте к ролику, поехали. Привет, друзья, заходим мы с вами на Outcast, как мы будем вообще оценивать стоимость скину, начнем с того, что я дошел до 376 уровня, даже нет, мне кажется, больше, да, до 381 уровня, купили Battle Pass, что мне вообще выпало, давайте зайдем, посмотрим, поставим фильтр, у нас с вами это Outcast коллекция и нам дропнулся раз, два, три, четыре, пять ножей, два из них одинаковых шроуда, Melt, Flag и Temperance Shades, одна МК Аркановская, два брелка Чиби, Адам, прикольный, кстати, брелочек, много дробовиков, много асфаллов, ни одного статрековского, много эпического, эпического, рарного, короче, ничего интересного, еще вот один Чибик, много легендарных брелков, эпических и одна Аркановская наклейка, по сути дела, не в окуп, я сказал бы этот пас-пропуск, ну, нормально, сойдет, то есть могло быть намного хуже. Что по стоимости скинов, давайте примерно оценим, дам свою оценку, сколько это могло бы стоить. По скинам, все рарные скины, которые у нас здесь имеются, за исключением асфала, они выходили бы меньше одной голды, то есть это где-то 0.81 голда, на старте они будут, конечно же, дороже, ну, это факт, но в целом средний диапазон цены будет 0.51 голда, вот в этом диапазоне они будут стоить, статрековская версия будет стоить от 5 до 10 голды, если это асфалл, то, ну, опять же, подороже, потому что статрековский асфалл, асфаллов у нас не так много, соответственно, стоимость его будет чуть повыше. 5.7 эпический, ничего в нем такого, так же, как и юмп, так же, как и пулемет, обычная версия может быть 3, 2 голды, 4, ну, не больше, статрековская версия за 10+, как бы в целом можно дать, ну, опять же, по скинам, ничего такого примечательного здесь нет, ну, юмп только прикольный, но, опять же, юмп у нас не в мете, соответственно, он будет дешевле всех. Дальше дробовичок, дробовички у нас, получается, по стоимости уже будут повыше, это легендарка, легендарка будет уже начинаться от 20-30 голды, статрековская версия 90-150, вот в таком диапазоне я бы оценил для себя, больше бы за этот дробовик я отдать не смог, потому что спас, ну, что с ним сделать. По 90, по 90 у нас будет явно дороже, стоимость стартового варианта 100-150 голды, статрековский где-то за 300 голды может спокойно улетать, опять же, надо посмотреть, насколько их много дробнулось, цены лично мои, как бы больше 300 голды за статрековскую версию этого по 90 я бы не отдал. Освал, ну, вот освал другое дело, все зависит, будет также от паттерна, от его стоимости, стартовую стоимость такому освалу я бы обозначил больше 150, наверное, голды, ну, 110-120 где-то, соответственно, с понижением. Статрековскую версию за 500 плюс и более, то есть для меня статрековская версия такого освала будет очень даже неплохой. Давайте я вам просто покажу, почему я так считаю. Мы заходим в Outcast, мы нажимаем этот асфальчик, вот этот асфальчик нажимаем наклеить, у нас тут с вами есть такая вот прекрасная аркана, с которым он будет просто идеально гармонировать, я вот собираюсь взять статрековскую версию и обклеить четырьмя арканами, я думаю, получится очень даже круто. Напишите в комментариях, как считаете вы, ну, я думаю, норм. Еще, ребятки, не забудьте подписаться на телегу, потому что в телеге нужен актив, ибо там я часто разыгрываю промокоды. Промокоды дают разработчики, то есть они достаточно солидные, все у них замечательно, классные промокодики. За один месяц у меня кто-то и по три, и по четыре промокода лутал, поэтому, ребятки, нагоните туда актив, обязательно подпишитесь, и напишите в комментариях, что вы пришли с этого видоса, ссылка в описании, это очень важно. Дальше, это дигл, блин, дигл прикольный, особенно если вам попадется очень классный паттерн. Мне он не сильно зашел, хотя под какие-то сеты, там, зеленый может сет хорошо подойдет, флот. Обычная версия 500-600 голоды, статрековская за, ну, за 2000+. Опять же, если посмотреть на Якутсу предыдущий, он был достаточно дорогой. Опять же, если сравнить предыдущий пасс и этот, этот будет намного дороже, соответственно, стоимость этому диглу мы можем оценивать за 5000+, статрековскую версию, потому что, чтобы купить 75 уровней пасса, надо что-то там, 4000 рублей потратить. Это очень много, поэтому за 5000 я бы ставил статрековскую версию плюс. Обычная версия, ну, косарь полтора, ну, я думаю, будет стоить. Если она на старте просядет, ну, школьники сделали свое дело, что поделать. М-очка. Блин, М-ка классная, собираюсь собирать статрековскую версию, она мне очень нравится, ее обклеить четырьмя леонвордами и вообще замечательно. Обычная версия для меня котировалась бы за 700 тысяч голоды, но за счет того, что пасс вышел дороже, я бы поставил ее чуть подороже. 1200-1500, так же, как дигл. Статрековская версия, ну, основываясь на М-ке паладин и на М-очке олзе тайгер, можно подумать, что она может стоить там 10-15 тысяч голоды. Я думаю, что оценку можно было бы дать 5-6 тысяч статрековской версии, ну, и, соответственно, с дальнейшим повышением. То есть, если у вас свободная голода есть, и вы хотите себе какую-нибудь темку с дальнейшим окупом, обязательно покупайте, потому что она 100% выйдет в плюс, она очень классно смотрится, да и вообще бомба. Вот, это что касается оружия. По наклейкам, по наклейкам, на самом деле, без изменений, сильно дорого они стоить не будут. Тут рарки я бы оценил 8-10-12 голоды, вот с таким диапазоном. Эпические наклеечки, все без исключения, ну, хотя вот койот получше будет. То есть, это 9-12-15 голоды. Как бы могут стоить, конечно же, на старте их жестко, они упадут. Поэтому, потому что их много, кто будет выставлять. Короче, надо подловить момент. В целом, наклейка окупаемая, я бы закупил вот эту наклеечку на дальнейший окуп, потому что она имеет анимационную койот, вообще балдеж. Дальше, вот эта наклеечка очень классная, сейчас смотрится на многих скинах, поэтому рекомендую. По стоимости я бы ставил ее за 30-50 голоды. С дальнейшим ростом, соответственно, тем более, эта легендарка. Аналогично с этой же наклейкой, ну, и этой, типа, они не будут дорого стоить, потому что у нас уже переизбыток наклеек на рынке. Многие просто уже не успевают расти. Ну, как бы я бы закупал, может быть, наверное, только вот эту из легендарок. Остальные хэза, типа, подешевле бы их ставил, типа, ну, где-то, может быть, 30-40 голоды. Ну, это давайте до 60, до 60 нормально будет, я думаю, ок. Арканы. К сожалению, арканы в нашей игре часто начали падать, либо их жестко занижают, я не знаю почему, но стоимость аркан после выхода на рынок ужасно низкая. То есть 300, 400, 500 голоды. Лично мое мнение, я бы этой наклейке давал спокойно косарь плюс, и вообще она с дальнейшей перспективой может вообще все обгонять. Очень классная наклейка с потрясающей просто анимацией, поэтому я бы ее использовал. Вообще по стоимости, ну, мне кажется, дефолт 500-650 диапазон будет стоить. Эта наклейка для меня будет дешевле, хоть она прикольно переливается, каким-нибудь типам, наверное, зайдет. А для меня также 450-650 голоды, вот такой диапазон мог бы ставить с дальнейшим повышением. Это что касается наклеек. По граффте я, как обычно, ничего не обсуждаю, но типа, блин, пацаны, по граффте можете глянуть сами, они не сильно у нас где-то растут. Ну, дай бог, если повезет с каким-нибудь буштом, как бы я не уверен, поэтому бог с ними. По брелочкам, ну, брелки все рарные коллекции, которые здесь имеются, для меня в оценку вышли бы не больше, может быть, 10-20 голоды это точно, 20-25. Вот это уже поинтереснее, 30-35 можно дать, прикольный койот. Ясен красен, он будет дешевле, это чисто мое мнение. Компьютер, блин, не больше 15, наверное, 20, не вижу смысла, он очень большой, загораживает, короче, забейте. Легендарка 50 голоды, 60 голоды нормально будет в целом, крюков много, да и смысл от них немножко тоже, да. Аналогичная история, 40-60 голоды диапазон, не больше, то же самое и с реактором, типа, что толку. Аркановские брелки, мне кажется, будут где-то стоить 300-400, ну, максимум 500 голоды. Сильно дорого их ставить, я думаю, что не станут, да и зачем школьникам, типа, ну, от них ничего не будет. Значит, соответственно, их можно будет закупать на будущую инвестицию, потому что аркановские брелки по-любому вырастут. Скорее всего, их будут бустить, поэтому подумайте, если они будут дешевые, у вас есть свободная голода, закупите. Друзья, кстати, и самый крутой комментарий, это под этим роликом, тоже получит халявный промокод. Главное, укажите свой айдишник, поставьте лайк и досмотрите видеоролик от начала до конца. Вот, победителей выберу также в телеграм-канале. Что у нас с вами еще осталось? По сути дела, мы посмотрели абсолютно все, да, у нас остались только ножи. По ножам сложно какой-то вердикт, на самом деле, выносить. Очевидно, что они будут такие же дешевые, как это было с Танта, потому что Танта одна из самых дорогих коллекций. Там 5000 рублей за 75 уровней выходила, наверное, самая дорогая медаль. Вот она у меня присутствует, вот она, Руби. Она самая дорогая из всей моей коллекции. Вот следующая, это, наверное, Ауткаст по цене, потом Курсет Сол. Ну, короче, они очень дорогие, поэтому как-то так. Я думаю, что по оценочке можно было бы, можно было бы оценивать их следующим образом. То есть диапазон всех ножей не больше 2000 голды. Начинаться они будут с 1100-1150, где-то вот так вот. Особенно вот эти ножи. Раз, два, три. Вот эти три ножа очень плохо будут оцениваться, они будут дешевые. Это факт. Топ-1 я бы отдал вот этому зеленому ножу. Это лично мое мнение. Ну, 1800-1900 голды за него просить не грех. Скорее всего, стоимость на рынке будет 1500-1600. Вот аналогично с этим ножом, он чуть пониже для меня, хотя кому-то нравится такой градиент. Но если бы он переливался, это был бы очень крутой нож. Ну, а так, фиг знает. Вот здесь, кстати, здесь тоже ничего не переливается. Но этот ножик для меня топ-3. По стоимости все зависит от флота. Ну, я бы не дал ему больше 1300-1500 голды. Короче, они в этом диапазоне примерно, мне кажется, будут крутиться. Я сомневаюсь, что эти ножи будут стоить больше 3000, потому что у нас единственный ножик в игре, который прям, ну, реально ценится. То есть это у нас получается М9. Все М9, они топ. Типа любой М9, который покупается, он рано или поздно вырастает. Ну, за исключением тоже последних. Потому что они все-таки не какие-то ограниченные. Короче, остальные ножи у нас как-то сильно не бустятся. Ни бабочки, ни керамбиты, видимо. Не знаю, не знаю. Вот, кстати, посмотрите на Танта Малахит из Драгон Райс коллекции. Что, он 1300 голды. Хотя ножик просто потрясающий. Вот это один из самых красивых ножей для меня в игре. Он очень классный. Типа для меня, да. В общем, по ценам, ножи не очень дешевые. Все последние ножи из паса дико падают. Поэтому, пацаны, что я вам говорю, не больше 2000. Это факт. Если бы там был М9, ну, 2500-3000 можно было бы дать. Только потому, что это М9. И он дико нравится школьникам. Вот. Как-то так по всем моментам. Все, вроде расписал. Описал. Если вам интересно посмотреть по итогу, что я буду закупать после выхода этого батл паса. Ребят, ну, давайте тогда намутим с вами лайки. Обязательно просмотры. И, короче, я сделаю ролик. Я запишу, как я буду закупаться. У меня появится баланс. Я где-то, ну, тысяч на 30 голды буду закупать. То есть, если у вас есть сомнения, что я буду закупать, блин. Посмотрите мой инвентарь. Вот. То есть, у меня достаточно много предметов. Я очень часто закупаюсь. Инвестиции идеально у меня работают. Я на инвестициях купил чисто, ну, тачки Harmony. Вот они у меня лежат. Я продал несколько наклеек и купил себе тачки Harmony. Жалею ли я об этом? Жалею. Потому что наклейки выросли, а тачки Harmony упали. Поэтому, ребятки, не вкладывайте в сомнительные ножи свою голду. А на этом, собственно, я заканчиваю видосик. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Доминиров. Конечно же, я заважаю ролик. С вами был Доминиров. И всем пока.